Соглашение о возрождении Руси. Сегодня глава округа Муром Евгений Рычков и инвестор подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает масштабную реконструкцию гостиницы «Русь». Пустующий несколько десятков лет отель должен за два года превратиться в современный многофункциональный туристический комплекс. Все подробности в материале нашего корреспондента. В нынешнем состоянии гостиница «Русь» мало привлекательна для туристов. В годы запустения превратили некогда известный отель в разрушающиеся здания. К работе по сохранению важного для города объекта администрация округа приступила еще в 2011 году. Для начала надо было найти законного собственника гостиницы. Следы уходили тут и в Кавказской республике, и везде. И, в общем-то, скажем-то, когда мы искали собственников, у нас было много различных приключений. Даже просто найти, а кто, собственно говоря, на сегодняшний день ей владеет и командует. Поэтому за такой длительный период времени наконец-то сумели трансформировать все в некую определенность, после чего уже и стали приглашать инвестора. Сегодня для Руси исторический момент. Глава округа Муром и инвестор, взявшиеся за восстановление гостиницы, подписали соглашение о сотрудничестве. За ближайшие пару лет пустующее здание должно превратиться в федеральный туристический комплекс. Для того, чтобы туризм в Российской Федерации и в конкретных регионах развивался, нужно позиционирование и брендирование регионов на региональном, не на региональном, а на федеральном уровне. То есть он федеральный исключительно и именно потому, что о нем должны знать не здесь, потому что он строится не только для Мурома, он строится как бренд региона, как якорный комплекс для региона. Но строится он не для Мурома, он строится для Российской Федерации, для того, чтобы сюда увеличивался въездной поток. 143 гостиничных номера, фитнес-центр с бассейном, два ресторана, конференц-залы. В обновленной гостинице, по словам Ильи Сорочкина, найдется место даже музею города с диорамой Мурма и ярмаркой ремесел. Инвестиционные вложения в инфраструктуру составят более 300 миллионов рублей. При полной загрузке новый комплекс сможет принимать до 120 тысяч туристов в год, а это 15% от существующего потока. Нам интересен туризм не просто как вот там приехали, потанцевали, плясали, посмотрели. Нам интересен туризм как отрасль экономики, которая на сегодняшний день в городе пока еще формируется с нашей помощью. Поэтому нам важно, чтобы каждый турист, он вносил свой вклад, финансовый вклад в Муром. Поэтому важно, чтобы были представлены гостиницы и количество их обеспечивало возможность проживания здесь. Попробуйте сегодня забронировать номер. Вы не сможете это сделать, потому что все занято. А без этого весь туризм, собственно говоря, это приехали, помустрили, уехали. В туристической отрасли, как известно, именно предложения рождают спрос. И администрации округа, и инвесторы уверены, что реализация проекта всего через несколько лет позволит снизить число транзитных туристов и перевести их в разряд гостей Мурома, остающихся как минимум на сутки. Что, безусловно, экономически выгодно и бизнесу, и муниципальной казне. Ольга Килешина, Николай Молоденов. Новости Муром.